МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для аварийности лестничного марша башня была закрыта в 2007 году, а к ее ремонту приступили только в 2015. И вот спустя 8 лет башня обозрения снова принимает посетителей. Одними из первых после ее реконструкции увидели наши корреспонденты. И сейчас на прямой связи со студией находится наш репортер Вероника Степанова. Вероника, вам слово. Добрый день, Дарья! Окончание реконструкции башни обозрения – это действительно долгожданное событие. Чтобы провести ремонт сооружения, рабочим понадобилось полгода. Из бюджета на эти цели было выделено полтора миллиарда белорусских рублей. Впрочем, главное, что башня всецело изменилась. В ней установили новую лестницу, пожарную сигнализацию, увеличили смотровую площадку и освежили фасад. Как выглядит сооружение внутри, знает мой коллега Кирилл Фролов. Как раз сейчас он поднимается по винтовой лестнице. Сто вторая, сто третья, сто четвертая, сто пятая, сто шестая ступенька. Отдышка замучила не по-детски. А это только половина пути. Всего на этой лестнице 204 ступени. Раньше приходилось подниматься наверх в кромешной темноте. А сейчас тут работает освещение. В принципе, добавить больше нечего. Дальше я не пойду. Наверху находится мой коллега-корреспондент Игорь Зобов. Он единственный из съемочной бригады, кто поднялся на смотровую башню. Видимо, Игорь сильно устал. Попробуем выйти с ним на связь. Игорь, вставайте. Вставайте же, Игорь. Игорь, зарплату выдали. Слышишь? Уже на карточке. А? Что? Зарплату? Наконец-то Игорь вышел с нами на связь. Игорь, расскажите, что случилось? Понимаете, Дарья, последнее, что я помню, это свет в конце длинного узкого туннеля. Он становится все ярче и ярче. Площадка смотровой башни была расширена. Она находится на высоте 42 метров. Здесь установлены новые ограждения и стеклянный купол. Сделано это для того, чтобы даже в самый ненастный день ничто не могло помешать насладиться великолепными пейзажами Гомеля. У меня все. Дарья? Спасибо, Игорь. Будьте осторожнее во время спуска. А я напомню, что на прямой связи со студией были наши корреспонденты. Игорь Зобов, Вероника Степанова и Кирилл Фролов.